Социальный блок. Внутренняя политика. Развитие регионов. Поддержка науки. Это ключевые тезисы, прозвучавшие в послании президента России Федеральному собранию в минувшую среду. Здравствуйте. Это программа КФУ. Итоги недели на канале Универ ТВ. Мы рассказываем о наиболее значимых событиях, произошедших в Казанском федеральном университете, республике и стране. Сегодня вы увидите. Не менее 100 вузов в субъектах федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше. Курс на развитие. Как студент КФУ стал причастен к новациям, озвученным лидерам страны. Такие тренажеры, такие VR-технологии не использовались в педагогике. Виртуальный конфликт. Как созданный студентами тренажер может помочь будущим учителям? Карбоновые полигоны призваны осуществлять мониторинг климатически опасных газов. Экологии и науки ради. Где появится карбоновый полигон? Hola a todos, que tengais muy buen día. Do you speak English? Habla espanol? Почему английский, испанский и китайский языки столь популярны в мире и Казанском университете? 21 апреля Владимир Путин в 17-й раз обратился с посланием к российским законодателям. Речь длилась больше часа. Президент России обозначил главные векторы развития страны. Социальная поддержка семей, молодежи, экономическое и экологическое будущее, внутренняя политика, здоровье. Большой блок речи был посвящен теме образования и науки. И это действительно серьезные решения. Начиная от многомиллиардных вложений в региональные вузы, заканчивая открытием дополнительных бюджетных мест в них. Сколько денег выделят на переоснащение вузов? В каких из них обучение станет более доступным? И как студент КФУ смог повлиять на одно из решений президента в нашем репортаже? Первое постковидное послание. Большое внимание семьям, развитию регионов, внутренней политики. Отдельно обозначил приоритеты в образовании и науке. Здесь Владимир Путин начал с главного. Поблагодарил педагогов за работу во время пандемии. Искренние слова признательности и учителям школ, преподавателям вузов, других образовательных учреждений. При участии и поддержке родителей, учеников. Вы сделали все возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены. Не только экзамены и учеба. В самый локдаун руководство Казанского университета сделало все возможное, чтобы иногородние и иностранные студенты, которые не успели вернуться домой, могли пережить этот период достойно. Это бесплатное питание, продуктовые наборы, снижение, платы за учебу, всесторонняя поддержка за время самого образовательного процесса. Приемная кампания тоже велась онлайн. Наработки останутся и в этом году. Тем более, что для абитуриентов объявлены нововведения. В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники. Пока неизвестно, сколько дополнительных мест откроют в учебных заведениях республики. Ежегодная потребность татарстанской экономики в специалистах с высшим образованием составляет около 15 тысяч человек. И это не считая тех, кто уезжает в другие регионы. Поддержку талантливым абитуриентам и студентам оказывают в Казанском университете. Здесь действует ректорская стипендия. Ее выплачивает единоразово для победителей Олимпиад и стобальников. Такого широкого, бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира. Речь зашла и о создании студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов. По словам Владимира Путина, не более 100 российских вузов получат гранты в размере от 100 миллионов рублей. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры. Я уверен, что молодое поколение россиян, российских ученых в полной мере заявят о себе в новых, значимых исследовательских проектах. Идею по созданию технопарков подбросили, как тогда выразился Владимир Путин, студенты Казанского университета. 25 января глава государства провел традиционную прямую связь с учащимися вузов. Тогда студентка магистратуры КФУ Ангелина Спиридонова выступила с предложением создать студенческие технопарки. В связи с этим у меня вопрос, возможно ли создание таких студенческих технологических мастерских, своеобразных университетских технопарков у нас в России при поддержке государства. Такой способ подготовки, о котором мы сейчас сказали, чрезвычайно важен и очень интересен как опыт. Но вот то, о чем вы сказали, это отдельная тема, это нужно отдельно посмотреть, посчитать, в том числе эффективность и материальные затраты. Но сам по себе опыт хороший. Посмотрим. Спасибо. Спасибо за то, что подбросили такую идею. Мы как студенты, в частности я студентка института физики, считаем, что для развития инженерного направления в нашей стране и поддержки университетов нам необходимы такие технопарки, где бы студенты могли объединяться и создавать совместные проекты. Особое внимание российский лидер уделил педагогическим вузам. Он предложил в ближайшие два года выделить дополнительные 10 миллиардов рублей на их ремонт и техническое оснащение. Это поможет подготовке будущих учителей. В школу также должны прийти специалисты, которые станут настоящими помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями. Будут организаторами увлекательных, интересных проектов для ребят в школе. Послание президента Федеральному собранию – это программный документ. Он выражает видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Этот год в стране объявлен Годом науки и технологий. Будет дан старт инновационным программам, которые получат поддержку правительства, а сами проекты статус государственного значения. И это, по мнению Владимира Путина, даст возможность молодому поколению россиян и российским ученым в полной мере заявить о себе. Радик Загидуллин, Роза Зарипова, КФУ. Итоги недели. Еще одно важное направление, озвученное в послании лидера страны. На гражданские научные исследования выделят больше полутора миллиардов рублей. Заработают инновационные программы по важным направлениям, которые получат статус проектов государственного значения. Это, несомненно, большой шаг для науки, и это должно приостановить отток умов за рубеж, особенно в IT-сфере. А ведь российские вузы действительно готовят первоклассные кадры. В Казанском федеральном университете студенты и преподаватели давно работают в научном симбиозе. Специалисты разных направлений объединяются для решения какой-либо проблемы или исследования. Например, педагоги объединились с будущими программистами и получили виртуальный симулятор для учителей. Приложение позволяет выработать навыки работы с учениками. Над его разработкой трудились представители двух институтов психологии и образования, а также информационных технологий и интеллектуальных систем. Что из этого получилось, увидела Айгуль Гараева. Мы видим виртуальный класс, который видит студент, одевая те очки. Перед доцентом Инной Головановой две ее студентки, а перед глазами девушек целый класс учеников. Виртуальный класс. Специальный тренажер был разработан совместно магистрантами Института психологии и образования и студентами третьего курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Всего для участия было подано 192 заявки из 29 регионов Российской Федерации. Разработанный командой Казанского федерального университета проект VR-технологии в подготовке педагогов был признан лучшим на всероссийском хакатоне цифровые образовательные инновации. Он проходил в Екатеринбурге в начале апреля. Цель форума – сблизить педагогов и разработчиков цифровых продуктов, чтобы они совместно решали проблемы образовательного процесса. Быстро решать проблемы получается лишь с накоплением опыта. Конечно, студенты будущих педагогов обучают тому, как выстраивать взаимоотношения с коллегами, с учениками и их родителями. Но, как правило, молодой педагог в самом начале своей профессиональной деятельности сталкивается с разными сложными ситуациями, конфликтами и не всегда готов их решить. В чем убедилась Инна Голованова после анализа тренинга по педагогической конфликтологии. На нем рассматриваются реальные кейсы магистрантов, уже преподающих в школе. Они как раз мне и в этих кейсах описывают, как они решали те или иные ситуации. И во многих случаях это не всегда продуктивное решение. Поэтому возникла эта идея. Собрав уже более 300 кейсов, мы решили, что пора ими делиться, систематизировать, структурировать и уже делиться с новыми студентами, готовыми, скажем так, эффективными, продуктивными решениями. Разработанное приложение будет полезно учителям начальной школы, предметникам. Это своего рода компьютерная игра для подготовки педагогов в виртуальных условиях, максимально приближенных к реальности. Ученик не согласен с оценкой, как будет реагировать учитель на это, если он будет идти на уступки, на компромисс, как будет реагировать сам ученик на это. Это у нас все ходы, взаимосвязь уже дано в виде дерева. Это еще дает актуальность именно этой теме, потому что такие тренажеры, такие VR-технологии не использовались в педагогике. Доработка виртуального тренажера станет основой научных работ для Аноры и для Александра, студента третьего курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Ведь если контент программы от педагогов, то воплощение идеи и визуализация от программистов. Кто занимался технической частью, это я и еще Динар, мой напарник. Он занимался визуальной частью, делал модели, делал вот этих студентов, делал модели, рисовал. Он дизайнер-моделер, поэтому это его часть основная. Он делал анимации. Я же занимался технической частью, именно вообще сборкой, настройкой, диалоговой системы. Реализация проекта началась еще в феврале. Участники успешно защитили его на заочном этапе хакатона и приняли участие в вочном туре, представив собственную технологическую идею образовательного цифрового продукта. На финальных этапах форума студенты его дорабатывали. Мы во время этого конкурса не спали всю ночь для того, чтобы достойно представить нашу презентацию, достойно представить нашу команду. И мы для этого работали. Я никогда еще не участвовала в таких конкурсах. И для меня это, конечно, интересный опыт. Всероссийский хакатон стал первым проверочным этапом жизнеспособности этой программы. Предстоит проделать большую работу, прежде чем компьютерный симулятор станет продуктом, который можно будет внедрять в высшую школу. Пока это все-таки пилотное решение, для того, чтобы это был реальный полигон, который можно внедрять в образовательный процесс, там еще нужно работать. Самая главная задача – это вот этого виртуального ученика, агента, по сути, оснастить его комплексом эмоций, похожим на эмоции, на ответы реального человека. Педагогика в области IT перспективна и востребована. Это едва ли не самый актуальный вектор развития системы образования. От совместной деятельности учителей и программистов будет зависеть качество продуктов, которым предстоит трансформировать образование в цифровую эпоху. И на базе Казанского университета созданы условия, чтобы еще будучи студентами, они знакомились, вместе создавали программы, которым знающие люди, эксперты конкурсов сулят большое будущее. Айгуль Гараева, Хафиз Гараев, Андрей Багаудзинов, Булат Садыков. КФУ. Итоги недели. Татарстан станет восьмым участником проекта по созданию карбоновых полигонов. Предложение о строительстве полигона еще в марте прозвучало от вице-премьера страны во время его визита в КФУ. Дмитрий Чернышенко тогда отметил, что реализации проекта именно в нашем регионе позволили высокий уровень научных исследований в университете, уникальная география, опыт и наличие различных производств. О том, где разместится полигон, для чего он необходим и о новых направлениях Института экологии и природопользования, мы поговорим с его директором, профессором Светланой Селивановской. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И также обозначил эту проблему как одну из самых важных. И сказал о том, что Россия готова принять участие во всех процессах в международном сотрудничестве. И такое только международное сотрудничество поможет решить проблему изменяющегося климата. Поэтому Министерством науки высшего образования Российской Федерации затеян проект, который называется «Карбоновые полигоны». Карбоновые полигоны призваны осуществлять мониторинг климатически опасных газов, призваны разрабатывать технологии, способствующие секвестрации углерода. Это очень важно для России, потому что она обладает огромным запасом лесов. Это природные поглотители парниковых газов. На настоящий момент в университете определены площадки, где будут располагаться эти полигоны. Начаты наземные исследования. С Москвой отрабатываются программы измерений, которые начнутся, дистанционного измерения, которые начнутся, как только будут закуплены приборы. А что дают «Карбоновые полигоны» в первую очередь студентам и преподавателям? Вообще нужно сказать, что «Карбоновые полигоны» – это междисциплинарный проект, в котором смогут поучаствовать преподаватели, сотрудники не только нашего института, но и физики, и математики, и биологи. И такое участие в проекте специалистов разного профиля поможет им лучше понять, освоить методы друг друга и так далее. Ну а студенты, конечно же, будут выполнять и практические задания. Ну и плюс ко всему, я думаю, что создание «Карбоновых полигонов» послужит отправной точкой для модификации новых учебных программ, в рамках которых мы будем готовить не просто метеорологов или просто экологов, или просто почвоведов, а специалистов, которые смогли бы решать вот эти вопросы окружающей среды и изменения климата комплексно. И еще я хотела бы добавить о том, что таких специалистов очень ждут, потому что в соответствии с указом президента Российской Федерации в течение полугода должна быть разработана научно-техническая программа в области экологии и изменения климата. То есть вот и полигоны как раз будут работать на решении задач вот этой программы научно-технической. Как раз не за горами активная часть приемной кампании. Что нового предлагает институт абитуриентам? Мы в этом году, у нас две новости. Первая это то, что мы в этом году открываем новую магистрскую программу по почвоведению. И она как раз хорошо ложится в русло той проблемы, которую мы обсуждаем, потому что почва и биологическое разнообразие, почва, живые организмы почвы, это как раз те агенты, которые регулируют состав атмосферного воздуха. Те агенты, которые осуществляют секвестрацию углерода, образование гумуса и так далее. И второе новшество то, что на направлении экологии и природопользования в этом году мы принимаем соединенным государственным экзаменом по биологии. И 2021 в России объявлен годом науки и технологии. В этом свете хотелось бы узнать про научные кружки. Как с ними обстоят дела в институте? Да, вы знаете, наши студенты очень активно занимаются научно-исследовательской работой. Конечно, большая активность студентов начинается с третьего и четвертого курса, когда они приходят в научные группы. Но для студентов младших курсов очень важно, чтобы работали научные кружки, которые помогают им определиться, в какой области им все-таки интереснее специализироваться. У нас несколько таких постоянно действующих кружков, в котором в основном младшекурсники, но в них хорошо работают магистранты и аспиранты, как младший уровень руководителей этих кружков. Такие кружки, например, как фенология родного края, микологический кружок, студенческое бюро прогноза погоды и так далее. То есть студенты с удовольствием пробуют свои силы перед тем, как начинать активно заниматься большой наукой. Спасибо за интересную беседу, Светлана Юрьевна. Всего хорошего. Пожалуйста, приходите еще к нам. Спасибо. Мировой язык общения Английский. На нем говорит более миллиарда человек в десятках стран мира. Это рабочий язык секретариата Организации Объединенных Наций, как и испанский. Влияние испанского заметно во многих странах. Его используют в качестве постоянного языка полмиллиарда человек. Но самый распространенный – китайский. Хотя он и самый сложный. Но носители языка почти полтора миллиарда. И это один из самых активно развивающихся языков. Присоединиться к нему желающих много и в России. В том числе и в Казани. Вспомнили о языках мы не просто так. На этой неделе отмечали Международный день каждого из них. Как в Казанском федеральном университете изучают языки и как они приводят к необычным историям любви, расскажет Роза Зарипова. С легкостью на языке Шекспира ребята разминаются в настольные игры. Раз в неделю проходят занятия в клубе разговорного английского языка в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. У нас есть игра, вот скраббл, которая на столе. Игра слов, да? Да, игра слов, да. Они выбирают 7 слов примерно, нет, буквы. Потом они создают слово на английском. Но чтобы просто все было на английском. А еще среди студентов выбирают модератора. И он выступает в роли педагога. Публичные выступления как метод практики. Все ошибки берутся на карандаш. Есть тоже грамматист, вот этот человек, который запишет все ошибки, когда мы разговариваем. Потом он скажет, вот, правильный вариант, чтобы мы научили, чтобы студенты научили, как правильно сказать. На втором месте в мире по распространенности английский первый в сердце Аминат Кадыровой. Студентка учится по специальности педагогическое образование с двумя профилями подготовки. С английским давно на «ты». Мне дается легче английский сейчас, потому что с него я начала. Он меня затянул во всю эту сферу. И далее я уже выбрала испанский. На самом деле я выбрала испанский не только потому, что мне нравится их культура, вот эта вот красочность их традиций, но и потому что языки, они немного похожи. Когда звучит испанская музыка, язык за зубами не сдержать. Студенты во время пары предпочитают говорить, или точнее петь на языке Мигеля де Сервантеса. И кажется, что свободно могут вести диалог. Свободному общению друг с другом на испанском языке учит преподаватель Алена Мамаева. Закончив учебу в Казанском университете, язык довел до Испании. Работав там учителем, вернулась в КФУ. Вместе со студентами на уроках слушают песни и смотрят фильмы, как и английский, испанский, официальный язык Организации Объединенных Наций. Особенность испанского в использовании перевернутых, вопросительных и восклицательных знаков, которые ставятся в начале предложения. Здесь мы можем, сразу у нас интерактивная доска, мы подключены к интернету, да, то есть я могу сразу какую-то тему, которую я объяснила, включить видео. Например, носитель также объясняет эту тему, да, они уже слушают, как говорит непосредственно носитель. Я хочу, чтобы они больше разговаривали, да, то есть мы больше упор делаем на разговор. Изучать язык и учиться рисовать одновременно пробуют студенты на кружке китайского языка. Посещают его 24 человека. Все языковые кружки для студентов в Институте филологии и межкультурной коммуникации бесплатные. Кружок был создан как раз-таки нашей кафедрой контрастивной лингвистики. Мы решили его создать, потому что видели, что студенты нуждаются в дополнительном общении, да, то есть дополнительном изучении языка. На кружках мы знакомились с культурой Китая. Вот недавно у нас была презентация, мы знакомились с древней письменностью Китая, то есть проходили разные иероглифы, их виды. Также мы знакомились с кухней, с диалектами. Китайское правописание считается самым сложным в мире. Нужно подобрать так называемый ключ, и тогда откроются все двери поднебесной. Китайский язык – это более 60 тысяч иероглифов. Карина изучает китайский со школьной скамьи. Сейчас знает около 150 иероглифов. Определенно возникают некие трудности, бывает, что мозг просто взрывается. Но когда переключаешься с языка на язык, когда ты понимаешь интуитивно другой язык, это невероятное ощущение. Когда ты видишь текст на китайском, недавно у меня тоже был такой случай, я читаю, что-то прочитала на китайском с иероглифами, и я вдруг поняла, что… Ключ к языкам, а главное к сердцу смог подобрать супруг Миланы Чжен. Кружок китайского языка для студентов они иногда проводят в паре. Его приглашают как носителя. Чжунь и Чжен уверен, язык не имеет границ. Он знает китайский, английский и русский. Она свободно владеет китайским, английским и испанским. Например, в китайском языке есть алфавит «г», а для русских студентов им трудно произносить эту букву «г». Наоборот, если мы скажем, что китайский язык легче, то именно в китайском языке нет падежа, нет изменений, нет окончания. Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета в прямом смысле кузница языковых кадров. Более 4 тысяч студентов изучают здесь иностранные языки. У нас планируется в скором времени конкурс китайской национальной кухни. Кроме того, мы будем проводить конкурс по переводу отрывков из фильмов на китайский язык, на испанский язык, на английский. Очень распространенный у нас был фестиваль «Евровижн». И какими бы разными ни были все участники иностранных клубов, это в первую очередь клуб интересов в неформальной обстановке, где каждый готов помочь другому узнать язык больше, чем он сам. Роза Зарипова, Алексей Румянцев, КФУ. Кашандашу. Кашандашу. Исиньчи. Исиньчи. Как студенты университета кровью помогают татарстанцам во второй части программы. Также далее вы увидите. Мы все три года старались активно участвовать в этом мероприятии. Поднялся еще выше. В каких направлениях КФУ вошел в сотню лучших вузов мира? Открываем книгу. Можно увидеть портрет Габдула Тукая. Гений татарского народа. Какое наследие Габдулы Тукая хранится в университете? Команда ученых Института фундаментальной медицины и биологии КФУ получит поддержку компании Bayer по проекту, направленному на разработку в области онкозаболеваний. Это часть большой исследовательской программы в области биомедицинских клеточных продуктов. Это не первый проект, который реализуется сотрудниками института при поддержке крупных международных компаний. Как уверены сами разработчики, эти исследования лягут в основу будущего технопарка КФУ в области перспективных биомедицинских технологий. Какие еще события произошли на неделе в Казанском университете в нашем дайджесте? Казанский федеральный университет вошел в топ-100 лучших вузов мира рейтинга The University Impact Rankings. Причем сразу по трем направлениям. Это качественное образование, достойная работа и экономический рост и обеспечение доступа к правосудию. Рейтинг посвящен реализации целей устойчивого развития ООН. Говоря об общем рейтинге, то совокупный Балкову увеличился практически на 10% по сравнению с прошлым годом. Мы все три года старались активно участвовать в этом мероприятии, потому что это очень важно не только для пропаганды того, что мы делаем, а для того, чтобы соизмерить и посмотреть, насколько те приоритеты и те направления, в которых мы выбрали для себя в качестве опорных, насколько они соответствуют глобальным задачам. В КФУ может быть возрожден Центр Иудаики. Об этом шла речь во время визита в университет делегации посольства Государства Израиль. Во время встречи также были обговорены перспективы сотрудничества. Израильская сторона выразила готовность принять участие в развитии и востоковеческого направления подготовки в КФУ. В завершении визита гости выступили с лекциями перед студентами. Сегодня я нахожусь здесь и в Казани в целом по двум причинам. Мы собираемся почтить память жертв Холокоста. Мы покажем фильм и откроем выставку об этом. Что касается университета, я прочитаю здесь лекцию. В Казанском федеральном университете состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению 21-го международного конгресса лингвистов. Он пройдет в 2023 году. На сегодня уже известен состав Руккомитета. Распределены обязанности между участниками. Почетным президентом конгресса выступят Рустам Мениханов, ректор Ильшат Гафуров и директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик. То, что в 2023 году наш Казанский федеральный университет посетят авторитетные лингвисты, мне кажется, как раз это напрямую скажется в том числе и на повышение нашего Казанского федерального университета в мировых предметных рейтингах в области лингвистики современных языков. В униклинике КФУ привился от коронавируса 92-летний Ахат Юлдашев. Генерал-майор в отставке, лидер Союза ветеранов республики, получил первый компонент вакцины. Таким образом он вошел в список уже 4,5 тысяч человек, которые привились в университетской клинике КФУ. Я принял такое решение. Сделать эту прививку, чтобы обезопасить себя с этой дурной болезнью. Как налаживать коммуникации, строить креативный маркетинг и развивать творческий потенциал. Это точно знают больше 500 участников 7-го Всероссийского образовательного форума Russian PR Week. Он прошел на этой неделе в Казани. Во время него перед студентами выступили эксперты в области пиара и общественных отношений. Встречи проходили в онлайн и офлайн формате. Каждый день у нас было по 4 спикера. Очень насыщенная программа в этом году. Мы, в принципе, рады, что так произошло. Потому что хотелось вместить как можно больше информации, познакомить ребят с как можно большим количеством классных спикеров. В преддверии юбилея Габдулы Тукая студенты КФУ исполнили композиции по произведениям великого татарского поэта в Казанском аэропорту. Наступление прошло в рамках флэш-моба «Минэм Тукая-135». Напомним, 26 апреля поэту исполнится 135 лет. Один из социально важных праздников в России отметили 20 апреля. Национальный день донора. Официально эту дату в этом году отпраздновали в 15-й раз. Хотя донорскому движению, конечно же, гораздо больше. Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. В университете есть добровольческий центр студентов КФУ «Планета добрых людей». Как раз один из его участников, студент Казанского федерального университета Артур Ибрагимов сегодня с нами в студии. Здравствуйте, Артур. И первый, возможно, простой, но в то же время самый сложный вопрос. Как стать донором? Добрый день, Салват. Стать донором не особо сложно. Главное – достичь 18 лет. И можно обратиться в любой центр донорства по месту жительства. Ну, нужно обладать крепким здоровьем, а также быть морально готовым к этой процедуре. Почему вы решили стать донором? Какой, может быть, случай вас привел в эту сферу? Я хотел стать донором еще давно, как получил, можно сказать, паспорт. Первое, что я сделал, когда получил паспорт, это пошел в центр донорства и узнал свою группу крови. И потом, когда я достиг уже 18 лет, можно сказать, я безотлагательно обратился в центр донорства, чтобы провести дотацию. Кстати, какая у вас группа крови? И знаете ли вы тех, кому сдаете, собственно, кровь? Может быть, созванивались с этими людьми или нет? Ну, у меня первая группа крови, можно сказать, самая подходящая для донорства, потому что она подходит большинству людей. Но я не знаю людей, которым я, можно сказать, эту кровь предоставил, так как это не особо важно. Главное помочь людям. А вот вы сказали, что в 14 лет уже получили паспорт и пошли узнать, какая у вас группа крови, да? А почему так? Может быть, ваши родители участвовали в этом или начитались, может быть, об этом? Ну, у меня дедушка является почетным донором, и также мне было всегда интересно все эти темы, связанные с донорством, с группами крови, поэтому я и поинтересовался этой темой. Какие проекты, связанные с донорством, сейчас работают в университете? В Казанском федеральном университете проводится добровольский центр КФУ, в нем проводится множество акций совместно с республиканским центром крови, особенно в программах лек и донор. Так же республиканский центр напрямую сотрудничает с университетами и институтами в рамках дотации крови. А много среди студентов, желающих сдать кровь? Ну, насколько я знаю, достаточно много. Мои одногруппники также регулярно сдают кровь. И еще вопрос такой, не страшно вообще сдавать кровь? Я задумывался об этом моменте, но я могу сказать, что страх перед дотацией, он имеет малую цену, так как страх людей, которым эта кровь нужна, он намного больше, так как они боятся за свою жизнь и не знают, что будет дальше. И ваша кровь может помочь им. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо, Слава. Человек, с которого началась новая эпоха татарской культуры. Он стал прорывом в национальной поэзии. В его стихах по-новому зазвучала тема гражданственности и художественных образов. Его поэтический слог простой и изящный. В нем выражена духовная жизнь целого народа. Речь, конечно же, о великом татарском поэте, общественном деятеле Габдуле Тукая. 26 апреля исполняется 135 лет со дня его рождения. Память о нем в Казанском федеральном чтят особо. Например, в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки хранятся первые издания поэта, а также письма соратникам и друзьям. О раритетах в своей рубрике поведает Илья Андреев. 2021 год. Республики Тарастан объявлен годом родных языков и народного единства. 26 апреля исполняется 135 лет со дня рождения общественного деятеля, публициста, народного татарского поэта Габдула Тукая. Сегодня в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского федерального университета, мы вместе с вами прикоснемся к первым изданиям Габдула Тукая. В шестимиллионном собрании научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского хранится большая коллекция прижизненных произведений Габдула Тукая, в которых подлинной драгоценностью является одной из редчайших свидетельств его жизни. Письмо Тукая Габдурахману Давлетшину, написанное в 1908 году. Но так как это письмо недавно выставляли и по нормативам подвергать яркому свету его можно будет только через некоторое время, его воспроизведение можно найти в каталоге. В фонде отдел рукописи редких книг Казанского федерального университета большое множество прижизненных изданий Габдула Тукая. Вот у нас здесь мы решили вам показать три прижизненных издания. Первое – это «Мияубике. Рассказ про кошечку». Выходит эта книга в 1911 году. Вот она очень прекрасно иллюстрирована. Следующее издание, которое мы хотели вам показать, называется «Кунель Жемешляре», который выходит тоже в 1911 году. Оно выполнено в стиле модерн. Здесь можно увидеть водяную. Открываем книгу. Можно увидеть портрет Габдула Тукая. И третья книга, которую мы бы хотели вам продемонстрировать, это «Алтына Этэйч», которая выходит в 1909 году. Это нужно сказать, что в переводе как «Золотой петушок», но это не перевод сказки Александра Сергеевича Пушкина, а такое восприятие, воспроизведение тех мыслей, которые переложил в своем понимании Габдула Тукая в этой книге. Ну и четвертый материал, с которым мы хотели бы с вами поделиться, проходила выставка, и большое богатство отдел рукописи редких книг представило в нем письмо Габдула Тукая. И его вот здесь тоже можно увидеть и посмотреть. В научной библиотеке собрана наиболее полная в России коллекция первых татарских арбографических газет и журналов начала XX века. Вакет, Юлдос, Кояш, Казан Мухбере, Нур, Алислах, Иль, Шура, Альгаср, Альджадид, Ешен, Ялт, Юл, Мектеп и так далее. Большинство произведений Габдула Тукая увидели в свет именно на страницах этих газет и журналов. В Уральске он сформировался как поэт и журналист. Он вневало ночевал в типографии за сочинением стихов, статей, переводами для следующих номеров. Благодаря этой большой работе имя Габдула Тукая обрело известность не только в Уральске, но и в Казани, Оренбурге и Санкт-Петербурге. На мировоззрение молодого татарского поэта большое влияние оказала первая русская революция 1905-1907 годов. Первые литературные опыты Габдула Тукая можно найти в рукописном журнале «Альгасар Альджадид», что в переводе значит «Новый век» за 1904 год. В этот же период Габдула Тукая занимается переводами басен Крылова на татарский язык и предлагает их к изданию. В этой газете один из самых горячо любимых сынов татарского народа Габдула Тукая выступает с многочисленными стихами и статьями на тему поднятыми революцией. Он поэтическим языком откликается на самые острые проблемы современности и доносит свои мысли максимально широкому кругу читателей. Критикует пороки окружающей действительности. Как говорил британский поэт, хорошая книга – драгоценный источник жизненной силы духа. Так что до новых добрых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Горд я нашей молодежью, как смела и как умна, просвещением и знанием словно светится она. Всей душой стремясь к прогрессу, новой мудрости полна. Словами Тукая завершим нашу программу. И мы гордимся тем, что учимся и работаем в Казанском федеральном университете. Альмаматор талантливых ученых, студентов и научного прорыва. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова